Десногорский фиксирует рост заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила заместитель директора МСЧ-135 Лидия Штаней. По словам специалиста, ежедневно на первичный приём к терапевту приходит всё больше людей. То есть нагрузка на амбулаторную сеть поликлиники резко возросла. Пришлось увеличить количество врачей на приёме. В амбулаторном центре для пациентов с новой коронавирусной инфекцией у нас уже на приёме три врача. В первую смену врач-терапевт и врач-инфекционист, и во вторую смену врач-терапевт. Сконцентрировать силы пришлось и для встречи пациентов, которые не смогут самостоятельно справиться с болезнью. В инфекционном отделении стационара развернуто 70 коек. Пока этого достаточно. Имеется всё необходимое оборудование. Не так давно поступили новые кислородоконцентраторы для пациентов с дыхательной недостаточностью. Компьютерный томограф в работе. Новый штамм «Омикрон» вызвал в обществе волну тревоги и паники. Уже установлено, что переносится он значительно легче предыдущей версии вируса. А вот заразность в разы сильнее. Инкубационный период более короткий – от 2 до 5 дней. В связи с чем, постановлением главного санитарного врача Поповой, период карантина был сокращён с 14 до 7 дней, так как инкубационный период короткий. Еще одна особенность нового штамма коронавируса – пациентами становятся дети. Известны случаи болезни детей от 2 до 5 лет, но чаще болеют подростки. Дети заболевания переносят легко, но тем не менее отмечены случаи с пневмониями. Мы ожидаем поставку вакцины «Спутник-М». Как только она поступит, будут проинформированы наши жители. Это вакцина для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Заболевание по-прежнему проявляется головной болью, высокой температурой, слабостью. Затем появляются боль в горле, насморк и кашель. Потеря обоняния уже не является стопроцентным признаком и проявляется лишь у 13-15% заболевших. Если температура до 38, то, пожалуйста, обращайтесь в часы работы амбулаторного центра. Значит, амбулаторный центр у нас будет работать и в субботу, и в воскресенье. Будут дежурные врачи. В то же время, если высокая температура и выраженная слабость, то вызываем врача на дом, либо скорая помощь. При ухудшении состояния пациент может либо опять же вызвать скорую помощь, либо можете сами обратиться в инфекционное отделение стационара для ковидных пациентов, где осмотрит врач и уже примет решение, нуждается в госпитализации или можно продолжить лечение на даму. Амбулаторный центр работает с 7 часов утра до 6 часов вечера. Также в поликлинике работает круглосуточная горячая линия по вопросам коронавируса и работы всех отделений медсанчасти.